Восьмой вопрос. На 25 тысяч рублей формулируется следующим образом. Спорная какой страны стала победительницей первого европейского футбольного турнира? А. Италия, Б. Испания, ЦССР, ДФРГ. Цель. Кто? Цель. Как-то. Я так думаю, нет. Наша, что ли? СССР. Первого европейского футбольного турнира. Ответ С. СССР. Уверен. А там хитрость в том, что ведь, ну сейчас бы мы это сказали, чемпионат в Европе. Тогда же это иначе-то назывался. Кто надо думать? Назывался Кубок Наций. Ой, стыдно. Давайте я звону к другу. Давайте другу позвоним на всякий случай. Все-таки? Да. Давайте звонить другу? Да. Давайте. Кому мы звоним? Андрея Шавин. О. Андрею Аршавину. Ну я думаю, что в таком он разбираться тоже должен. Опа. Ну, господа, сейчас мы услышим Аршавина в жизни. Ну, Аршавин, какой он в жизни? Какой он в жизни? Он заносчивый? Необычно. Он зазнался? Нет. Ага, вколотил эти там, сколько, четыре головы колотился. Сразу его в башку понесло, нет? Нет. Он родился с ней уже с такой. Дозвонились. Андрей? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это такой Дмитрий Дебров, программа «Кто хочет стать миллионером». Здравствуйте. Вот мы хотим знать, вы загордились вашими грандиозными успехами в Англии или нет? Ну, если трубку снимать, значит, нет. Ну, вот у нас здесь сидят ваши близкие друзья Владислав Радимов и Таня Буланова. И вот им надо бы помочь заработать 25 тысяч рублей. Ну, ничего себе, неплохо. Мы поделимся. Андрюша. Да, привет. Привет. Ну, так что, поможете? Ну, мы будем стараться. Ну, давайте таки сделаем, господа. У вас 30 секунд. Андрюш, сборная какой страны стала победительницей первого европейского футбольного турнира? Италия, Испания, СССР, ФРГ? СССР. СССР. Спасибо. 1960 год, Европа, СССР. По-моему, 60-й, да? Или 64-й? СССР, СССР. У нас еще 15 секунд поболтать с тобой, если на халяву. Как там, Юля? Надо было звонить массажисту сборной, он еще тогда массировал. Ну, видишь, я тоже так думал, но очень было страшно срезаться, мне бы не простили. Пока, спасибо. Давай, родим пятерочку за Нигипа. Ответ С. Нет, ответ пятерочку за Нигипа. Она все одна несгораемая пятерочка. Понимаю вас. Вот ее и занесем. Итак, вы говорите. Какие же меркантильные люди в Англии пятерочку ему за Нигипа? Да, ответ С. СССР. Ответ С. СССР. Ну, тогда он назывался не чемпионатом Европы, как некоторые могли подумать о Кубком Европы. И оба легендарных футболиста, и Владислав, и Андрей, в один голос, не сговариваясь, дали правильный ответ. СССР. 60-й год. Продолжение следует... Муслив, заткнись меня. Я сейчас буду опять как дура с ебанутым этим выражением лица читать про футбол. Мне и так все замечания делать. Чего-то улыбишься на футболе постоянно. Давай, пишем. Пшеница вон, раз, или рожь? Нет, пшеница. Что, пишем? Это педикюр. Деревенский, но педикюр. Вообще, смотри, капец. Такие гламурненькие ножки. Шагают по дорожке. Настроение продавать так же было и у европейских инвесторов. Не помогла даже опубликованная макроэкономическая статистика. В целом оказалось позитивный. Индекс экономических настроений в еврозоне, а также индекс потребительского доверия во Франции выросли. И в заключении выпуска официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 40 копеек, евро 41 рубль 34 копейки. И до встречи. Продолжение следует. Продолжение следует.